После распада СССР Россия столкнулась с экономическими трудностями, и Москве пришлось урезать ряд оборонных программ, в число которых попало и серийное производство истребителя-перехватчика МиГ-31М. По мнению экспертов Military Watch Magazine, создание МиГ-31М потенциально могло предоставить в распоряжение России самый боеспособный перехватчик в мире, который, несмотря на отсутствие возможностей пятого поколения, мог бросить серьезный вызов господству в воздухе истребителей пятого поколения. Оригинальный МиГ-31 Foxhound был первым в СССР истребителем с возможностями четвертого поколения и на протяжении двух десятков лет оставался единственным в своем роде самолетом, оснащенным радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой, пока не появились F-2 в 2002 году в Японии и в F-22 в 2005 году в США. МиГ-31М в значительной степени расширил бы возможности предшественника, хотя полные данные о его характеристиках остаются закрытыми. Масса МиГ-31 составляла примерно 41 тысяча килограммов, МиГ-31М был тяжелее и имел взлетную массу около 50 тысяч килограммов. На МиГ-31М были установлены новые более мощные и более экономичные двигатели, модернизированные D-30F-6М. Их, к слову, разнесли на большие расстояния от продольной оси самолета. Изменения претерпел фонарь кабины, площадь остекления кабины летчика была увеличена. Самолет также получил полутопленные гнезда на нижней поверхности фюзеляжа для размещения ракет большой дальности. МиГ-31М оснастили новой авионикой и комплексом РЭП. Увеличенный объем топливного бака расширили боевой радиус действия самолета. Ракеты сверхбольшой дальности Р-37 превращали МиГ в супер-МИГ. Поэтому неудивительно, что Запад был рад отказу Кремля от серийного производства этой боевой летательной машины. Программа МиГ-31М была свернута в 1995 году после нескольких успешных тестовых полетов по причине нехватки средств. Из-за кризиса экономика страны сократилась на 45% всего за четыре года. Это помешало России осуществить амбициозную модернизацию своего тяжелого МиГ-31 и среднего истребителя МиГ-29. Вместо этого страна сосредоточилась на модернизации Су-27 Фланкер как для собственных нужд, так и для экспорта.